Мир вам и Божьей благодати, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи благослови, Матерь Божия благослови, все святые небесные силы, молите Бога о нас. Вот человек создан по образу и подобию Божию, мы созданы бессмертными. Человек, даже если он захочет, он не может умереть, потому что умирает всего лишь тело, это всего лишь оболочка. То есть наш халат, который погребают, а человек, он идет на суд Божий. И идет либо в рай, либо в ад, нет промежуточной, и вот эта земная жизнь, которой мы наслаждаемся здесь, она самый-самый ответственный период перед уже жизнью вечной. Вот, поэтому крещение это наиважнейшее, наиважнейшее событие, когда прощается во время крещения, это как бы билет. Ну так, если можно совсем просто сказать, билет в жизнь вечную, потому что без крещения наследовать жизнь вечную невозможно, то есть пройти в рай. Это то же самое, как приехать в аэропорт, две семьи, допустим, приехали, собрались, потратили время, деньги, допустим, да, приехали в аэропорт, одни купили билет заранее, допустим, да, а вторые нет. Оба стоят на регистрации, их спрашивают, допустим, проходите ваши билеты, они уже видят самолет, все, видят, как люди заходят, да, одни дали билет и прошли, сели. А вторые тоже, смотрите, они все то же самое сделали, они собирали вещи, паковали, ехали, тратили время, допустим, да, но у них билета не было. Естественно, их не пропустили, хотя они уже видят самолет, вот в чем дело. Их говорят, идите купите, а пока они пошли покупать билеты, самолет, естественно, уже улетел, вот так в нашей жизни проходит, да. То есть у каждого из нас есть возможность принять крещение абсолютно бесплатно, но так как человеку дана свобода воли, он может принять эту возможность, либо не принять. За крещение не нужно ни платить, ничего, это все бесплатно. Вы можете прийти в храм и просто пожертвовать батюшке, если решите, допустим, да, сколько вы пожелаете, потому что они, как правило, православные священники многодетные, как бы, да. Но это все делается именно по свободному изволению человека. То есть если мы взяли, окрестились, то это не значит, что мы точно окажемся в раю, нет. Это значит, что мы имеем все возможности, да, для того, что то же самое, как когда мы купили билет. Если мы купили билет, это не значит, что мы точно полетим в то место. Мы можем опоздать, мы можем забыть даты, мы можем, не знаю, там, перепутать этот, аэропорты, да, и приехать. При наличии билета мы можем физически не оказаться, не оказаться в том месте, куда мы, так же и крещение. То есть, окрестившись, это не значит, что мы точно окажемся в раю. Но что точно известно, что не без крещения наследует жизнь вечер, то есть рай невозможно. Почему опять же, да, потому что мы должны понимать, что происходит в момент крещения. Момент крещения, когда нас окунают первый раз в купель, да, во имя Отца, и смывается первородный грех. Вот это родовое проклятие, которое шло от Адама. Когда Адам и Ева согрешили, и вот этот первородный грех, он распространяется на все человечество. То есть, когда человека окунают в купель, и говорят, во имя Отца, смывается первородный грех. Вот это, да. Когда окунают во имя Сына, то есть, прощаются все грехи человека. Единственный раз в жизни прощаются все грехи человека. Вот. Понятно, у младенцев их нет, допустим, до 7 лет. Но если человек крестится уже во взрослом, мне представьте, такое чудо, за всю его жизнь смываются, прощаются грехи. И если человек не будет потом грешить, он пойдет в Царствие Небесное, то есть, станет святым. Да. И во имя Святого Духа, когда опускается, то есть, посылается благодать Святого Духа. И человек уже получает Ангела-Хранителя, и, соответственно, значит, он как бы умирает для этой жизни и рождается для жизни вечной. То есть, наша задача – умереть для греха и родиться для жизни вечной. Вот такое удивительное таинство крещения. Поэтому используйте его, потому что какие бы мы ни были добрые, что бы мы ни делали святого и хорошего, если мы, опять же, да, не примем Святое Крещение, не будет омыть первородный грех, мы физически не сможем наследовать Царствие Небесное. И потом в аду люди… В чем заключается ад? Не в том, что там жарят и парят на сковородках, допустим, а это томление Духа. Люди понимают, что они имели все возможности, храмы открыты. Священники уже есть, уже нет гонений на православных, да, что все было возможно сделать, вот. Но они это время упустили, они не смогли воспользоваться этим, и поэтому оказались в аду. И вот это состояние, что у них была вся жизнь, все возможности. Сколько раз им об этом говорили, напоминали, были помощники, да, но они не использовали эту возможность, и, соответственно, значит, поэтому они оказались в аду. И вот это томление Духа их сжигает совесть, их сжигает, и они не могут себя как бы… Вот, поэтому пока есть такая возможность, пока мы живем на земле, пока Господь нам прощает любой грех, если мы исповедуемся и будем причащаться, то нужно спешить на причащение, на креститься всей семьей. Опять же, есть многочисленный опыт, когда люди крестятся, все у них в жизни меняется. Люди, которые уже умирали после крещения, восставали еще, жили десятилетия. Семьи, у которых практически были на грани распада, тоже после крещения они восстанавливались, повенчались. И вся жизнь у них. Люди, которые не могли зачать, при том, что были здоровы, тоже после крещения появлялись деточки. Ссоры, скандалы и так далее. Многое, что просто уходило после принятия крещения, когда люди с верой приходили, крестились. И, соответственно, значит, что еще дает крещение? Когда мы уйдем в жизнь вечную, если вдруг мы не успеем примириться с Богом и окажемся в аду, то, соответственно, значит, церковь будет нас вымаливать. То есть церковь молится только за крещенных. То есть вот эти проскомидии, которые совершаются, великие таинства, все таинства, они совершаются, православная церковь именно за крещеных. Поэтому если мы останемся вне церкви, то есть церковь не сможет за нас молиться в том объеме, в котором нужно. Келейна, конечно, молится, но именно по таинствам, то, конечно, нет. Поэтому если мы хотим действительно быть в раю, особенно семьями, то все желательно, чтобы были крещеные, поэтому если у вас будут вопросы, обращайтесь к грешному Андрею, который находится сейчас в Святой Абхазии, на этой святой земле, в первом уделе Матери Божией, в гостинице Святая Абхазия, и с этого красивого пляжа, с великолепного обзора на Кавказский кребет, на то, как дети радуются и плавают, вот для того, чтобы мы всю вечность, не только эти сто лет или сколько мы проживем, находились в этом блаженстве, но и всю жизнь, наследовали бы Царствие Небесное. Призываю вас, родненькие, креститесь, изучайте веру, спрашивайте у грешного Андрея, если вам что-то будет непонятно, неизвестно. Мой телефон, плюс семь, девять шесть четыре, семь шесть один, восемь 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 восемь, пишите на WhatsApp, обращайтесь, чем может грешный Андрей помочь, что поможет ответить на вопросы и приведет вас ко Христу. Храни вас всех, Господь, милости Божьи, покроя Царицы Небесные вам и каждому и всему вашему роду.